Смотрите на этой неделе на ТФЕ и ТФЕ Премиум Вторник Новости Будем с вами буквально через пару минут Среда Премиум Письма в Спортлото Как поменялось оформление кодексов Четверг Премиум Первый обзорный выпуск о Ереси Хоруса Что это и зачем? Для всех остальных По советам премиальных подписчиков Выпускаем в открытый доступ Первый подробный репорт Пятница Премиум Пятничный репорт быстрого приготовления Суббота Премиум Главный релиз недели Шило на мыло Chaos Space Marines Как смотрится далекая пятая редакция Хоситов Против далекой шестой Для всех остальных Лекториум Что такое Battle Demi Company Воскресенье Премиум Анбокс без Шторм Сёрджа Для всех остальных Анбокс по Finder of Tau Поддержи проект Смотри всё Ни в чём себе Не отказывай Всем привет Сегодня у нас в студии Как всегда Нету Space И как всегда Андрей Журавлёв Сегодня у нас в гостях Андрей Журавлёв И Лесник В общем Нургл косит наши ряды И осталось нас не так много Вчера меня косило Сегодня Space Косит Вот Хотя Space тоже косит От новостей От новостей Да Ну ладно И его вот он и бесится Да Вот В общем Вы уже прекрасно знаете Весь этот формат В любом случае Первую часть новостей Всегда говорю я Так что Он может быть Подтянется Под конец передачи Может быть и нет Значит Итоги И релизы На этой неделе Как мы уже видели Это Орки Точнее Оруки Да Да В общем Как-то так странно Получилось Что Оркам Выписали сначала Саплемент Гаскула Как-то давно И казалось Что на этом всё А тут Оруки А тут пошли Оруки Внезапно С кучей классных Совершенно моделек Ну просто Да Все уже покрутили Все повертели На сайте Их в 3D Ну блин Я даже немножко завидую Мы с тобой Даже не будем сейчас Это всё Коротенько Давай сразу Начал про Оруков Я не могу молчать Я столько писал Столько писанинов Ладно Ну ладно Раз уж он не может молчать Мы донюшку Сковеркаем передачу Не могу молчать Самый классный релиз Это Ну давай Это Макруша Вот это такая Охренительная Здоровенная Виверна на стероидах Просто Виверна мечты Вот она здоровая Видно что она сейчас Прям как тебе И всё И нет тебе Мокренькое место От тебя От макруши Мокрое место Да Действительно Гигантская монстра Совершенно Классная На самом деле Вот я когда Первый раз увидел Не первый раз Когда еще только Сливы пошли А именно первый раз Уже на сайте Я сначала подумал Блин Что-то ребят Как-то не очень Потому что Она статичная И как-то Когда видишь Там три на столе Они действительно Выглядят как-то Ну так Как вот издали Цветочки раскрытые Но Я посмотрел Тут гайд По покрасу Этих самых Макруш И там снимаются Их крылья И собственно Если этих тварей Делать без этих самых Крыльев Выглядят они Вообще круто Они такие Типа подкаченные Как такие ящерицы Мощные Гигантские Совершенно круто Я не знаю Если можно будет Делать их без крыльев Их можно наверняка Перепилить Взять крылья От киранов От кого-нибудь Да То есть вот это Мало ли что Крыльев Ну ГВ видимо Сейчас пошло По своей Некой моде Оно вот этих Новых драконов Для Стар Дрейки Которые У этих самых Сигмаритов Они тоже В таком Крылье завернуты Чтобы они типа Впихивались в подставку Но с одной стороны Неплохо Конечно Потому что Ну это типа Валоси же Все от модели Да Чтобы не было Да Вот И тут Они как бы Крылья сложены И сложены Они как-то Ну так Статичные В любом случае Можно сделать Как хочешь Да Главное Что сама Основа Да Сама Основа Очень классная Мощная И как ни странно Красивая И морда Тоже красивая Вот Все это Замечательно Сделано А что ты видел Замечательные Ремни безопасности На лорке Да Он просто Прикован Там Цепи Все это На нем Есть Да И рулек Даже Есть Он сможет Ей управлять А все остальные Пацаны Вот эти новые Бронированные Они настолько Брутальные Они настолько Брутальные Что они не носят Броню на спине Они просто Спереди Вот этот Огромный Утюг брони А спина голая Типа Пацаны Мы спиной Никогда не повернемся К вам Ну да Интересно Причем Все Даже у босса Которые на Виверне На этой На мокрушей Тоже голая спина Ну в общем С одной стороны Как-то странно С другой стороны Понимаешь Что это Пацаны Такие Самоуверенные Брутальные 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 Вот Ну так же Там были Наездники На кабанах Которых Новое название Никак не могу Запомнилась Гор Гор Что-то там Гор Гру Не важно Ну так себе Модель То есть В качестве Орка На байке Не подойдет Туда Про хана По размеру Не очень подходит Потому что С слишком Большая По-моему Ну На бабайкеры Но опять-таки Кабаны Байк Как-то Не очень Это все Хорошо Зайдет Если вы Собираете Каких-нибудь Снейкбитов Которые Ущерба Без технологии Для них Нормально А для Обычных Орков Как-то Не комфортно Как мне кажется Там проблема В том Что Все-таки Кабаны Выглядит Не очень Слишком Уж Большая Голова По отношению Ко всему Телу Да Затровенно Такая Ну Опять-таки Орки Знают Что делать Да Ну И Целых Три Сразу Индепа Это Мегабосс Это Виртбой И И Вот этот Чувак С двумя Костями Мегабарабанщик Который Барабанит По головам Врагов Типа Геральц Вот Эх Накатим Пацаны А Шаман Мне Как я уже говорил Ну Если кому-то Для вертбоя На конверс Ну Да Но Там Ноги Перепилить Можно Вербах Из него Зайдет Просто Сам Монс Короче говоря Модельный ряд Очень классный Я Не знаю Выворачивать Не Выворачивать Маленькую Ложечку Дег Это Аосное Так Что Может Воворачивать Ну, в общем, да, проблема в том, что это АОС, в частности, как вот мы уже затрагивали тему с драконами, да, вот когда мне начали сказать, что я хейтер, вот, мне кажется, есть определенная все-таки проблема, вот, именно в концепции нынешних релизов, пошла вот эта любовь ГВ к всему преувеличенному, вот этому, как бы, гиперболизированному, вот, то есть они стали значительно больше, броня их стала больше, оружие у них в руках стало значительно больше, по размерам, по отношению. Орки всегда любили больше. Ну, вот, да, то есть, с одной стороны, орки, конечно, да, и для них это норм, но все-таки не хочется видеть, чтобы ГВ пошло по этому пути, потому что и все-таки уже леднеется вот это. А то мы увидим каких-нибудь имперцев с трехручными мечами, да? Ну, да, 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 то есть, ну, вы знаете, как бы, это наследие Варкрафта, оно сейчас будет давлять над стилистикой, в общем-то, самого проекта Вархаммер, поэтому, ну, я уже, кстати, говорил, не помню, ну, уже даже год, наверное, уже назад, когда мы ехали с работы со Спейсом, как раз утверждали в этот момент по поводу того, что вот постепенно весь мир, вот, в принципе, иллюстраций, он вот как раз разделился вот на вот этот момент, вот, есть вот Варкрафт, есть вот вся остальная фэнтези. И Варкрафт, так как он в середине нулевых был очень популярен, просто дичай, что это было самое популярное вообще, что есть среди игр такого формата. И оно настолько сильно повлияло на художников, которые росли на этом, что в итоге сейчас выросло поколение. Ну, во всем можно найти корни Варкрафта, как во всем этом можно найти корни Толкина. Ну, да, ну, в данном случае, я говорю про чисто технический визуальный стиль, да, то есть в этом есть определенный минус, но главное, что мы действительно сохраняли какую-то концепцию, пока что получается хорошо, скажем так. Орки отличные. Да, пока что получаются очень хорошо, да, это радость. Дичь, типа, фулл армии слейеров, это очень круто. И причем вот эти пацаны, новые бруты, они больше, чем черные орки старые, которые были там чуть-чуть меньше нобов, то есть чуваки размером, мне кажется, больше, чем нынешние меганобы. Ну, ну, да, 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 во всяком случае оружие... Потому что на их фоне черки выглядят, как обычные боюры, которых, кстати, перепаковали в 15 штук и обозвали тоже там как-то по-новому. Ну, да, да, да. И покрасили в желтый отвратительный совет. Hard Boys. Hard Boys. Вот, ну, также вместе с этим релиз Battle Tome, соответственно, этих орков, туда же... И Grand Alliance Distraction. Да, Grand Alliance Distraction, да, рассказывающий полностью, я так понимаю, там будут и Огры, Гоблины и Огры. Ну, Огуры, да. Ну, Орки, Гоблины и Огры. Нет, там еще четвертка-то есть. Ну, в общем, не суть, да, вы в реакцию прочитаете. А кто-то мог быть в старой ФБшке. Я не помню, там еще кто-то в Destraction. Четвертый кто-то их был, четыре, я помню. Ну, в общем, да, не суть, да, но очень важно. Вот. Кстати, еще интересно, мне понравились такие маленькие детальки, типа клешня. Видел? Да, 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 да. В общем, Орк там, у него как бы перчатка, она продолжается вот такой вот здесь клешнёй. При этом, а рука у него свободная, и он в ней держит нож. И в итоге получается... Выглядит как у Кловса. Как у Кловса, да, очень классно. Отсылочка. Да, отсылка очень классная. Вот. Ну и у 4G в релизах на этой неделе апгрейд пак на волков. Да, 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 да. А мне как-то не понравилось какие-то они, не очень. И, мне кажется, еще покрас самого модели. А, и выглядит как не крашеный. Как серый пластик вроде. Не очень хорошо покрасить, действительно. И апгрейд пак, что характерно без голов. Потому что говорили на прошлом Forge World, что головы будут открытые. Очень много открытых голов. Ну и отдельные, наверное, сделают. Да. И для их скульпта нужно будет очень побольше времени, потому что они все там с волосами. с хайерами. Увалки самые упорстые. Самые упорстые. Так что ждите еще, сколько там, видимо, до лета или до релиза. До Проспера. Да, до Проспера. Пока оно не сгорит. Ну, на этой неделе сразу всколыхнулось еще одно. Нежданно-негаданно. Снова Орки. Еееееее. Пришло время. Да, да, да. Действительно. Но не только Орки. Ну, не только Орки. Но первые сразу слились сначала фоточки за Орков. Это Орки новая летала. Бластеджет. Да. Вум. А, воздум. О, воздум, да. Короче. Воздум-бластеджет. Крутой самолет. И вместе с ним вышел какой-то новый шторм, что-то там. Который, кстати, выглядит уже все-таки как талон, который смог. Он более аэродинамичный, вообще более приятен. Если это слово вообще подходит к эмперской технике. Ну, он близок к тому, чтобы назваться аэродинамичным. Ну, да, да. Вот. Ну, напоминает, кстати, все больше тот самый Landspeeder Tempest. Который воздушный. Ну, так. Вот эта кабина. Форджа же делала какой-то самолет, который еще, помнишь, мы говорили, что похож на самолет этого черного плаща. А, вот он на него похож. А он так же и называется Interceptor. Ну, Interceptor это просто истребитель. Ну, по сути, да. Это не название. Это тип. Перехватчик, да. Ну, истребитель. Истребитель, перехватчик. Не, я чувствую тебя в комментарии накидаю. Аааа. За разницу кровостока и дола. Вот. Так же ты поаккуратнее. Тряпками буду в самом деле гонять. Твоими тряпками. Тряпки к нему. Все к нему. Не, уже все. Уже все. Ну, собственно, вот этот релиз двух самолетиков приурочен к тому, что выходит новая часть Death from the Skies. Кто помнит, что в конце пятерки вышла книжка Death from the Skies, в котором также были релизнуты, собственно, Штормталон, Орочи три самолета и Коса, по-моему, в этот же момент. И тогда вышли правила для флайеров и всей этой херни, которые никто никогда не использовал. Ну, там были всякие флайтеры, и никто ничего не использовал. Но самое интересное в данной ситуации, конечно же, то, что тогда это было как бы представление вообще впервые флайеров в Аху. Да, раньше флайеров не было. Только в А. Флайеры были, но они были как скиммеры использовались. Нет, были в А, именно флайеры такие же. По которым на шестерки попадают, вот точно такие же. У них была правила флайер, они были только в А. А, ну, в общем, просто основные флайера, которые были еще до этого сапплимента, это Вендетта, там, Шторм Ревен, да, они... Вендетта, Шторм Ревен и еще... Теркальдарский. Я еще помню, что было. Он вышел тогда уже. То есть в Минке не было, а в Кодексе был. Вот, да. То есть они использовались по правилу скиммер. Поэтому... И эти тоже до выхода шестерки использовали скиммеры. Да, да, да. Вот. И потом грянула шестая редакция, и как-то этот сапплимент стал как бы... Не то чтобы не нужен, но просто, мне кажется, половина его правил просто было включено уже в саму редакцию. А потом его, по-моему, еще раз переиздавали, какую-то хрень туда добавили. Даже что-то Хаоси там было. Да, да, да. Там разные правила на пилотов были. А, так это же даже в щите Баала в первой части как раз обновление выпускали. Вот, наверное, оно и было. А сейчас вроде грядет глобальное вообще обновление. Да. С новой фазой для игры Dogfight, в котором будет чисто Махачи самолетов. То есть, как это по описанию происходит там. Значит, во-первых, обновляют дата слейты. Всех флайеров. Да, всех флайеров. И, в частности, будет добавлено два параметра. Так называемые Pursuit и Agility. Да, соответственно, это преследование и маневрами слог. Значит, два этих параметра будут использоваться вот в этой новой фазе Dogfight. Фаза, в свою очередь, не то чтобы как... Ну, она имеется в виду, она такая же новая, как, например, психофаза, да. То есть, когда в ней уже участвуют все-таки два игрока. То есть, один что-то кастит, другой ему... Как бы... Что-то делает против него. Да, против... Да. А тут, видимо, будет самолет один заходить там на маневр, а другой... Да, да, да. В данном случае, ну, насколько я прочитал по такому небольшому описанию, это будет что-то вроде челленджа такого своеобразного. То есть, кто к самолетам. Да, самолетам и только для техники. Вот. Она будет тоже происходить несколько фаз, и там будут они тоже мериться вот этими параметрами. Ну, да, да, да. А самолеты, да, с этого момента будут делиться на три типа. Это файтер, это бомбер и второй, по-моему, то ли универсал файтер. Файта-бомба. Ну, в общем, такой промежуточный. И штурмавик. Ну, да. Истребитель-штурмавик. В общем, все вместе. В общем, да. Значит, первый файтер, это в основном те, кто будет против непосредственно воздуха бороться, да. То есть, это, как бы, особенно так, они нацелены на то, чтобы уничтожать все воздушные цели. Ну, и как же туда... А там, да, кстати, был этот самый список, кто куда входит, я сейчас не зачитаю. Ну, на полсача вы можете прочитать новость, там есть этот момент. Значит, второй, это вот этот универсальный, туда совершенно точно входит Шторм Рэйвен, Коса, еще кто-то. В общем, такие универсальные, которые могут и по земле атаковать, и воздух, и что-то транспортируют. В общем, такие, ни туда, ни сюда, ни мяса. Ну, Равин, наверное, этот Волколет и Виндетта. Ну, Виндетта я там не помню в описании. Я помню, Коса там точно была. Или Валькирия. И еще кто-то. Ну, в общем, да, вы это прочитаете уже. Скоро, да, потому что сливы пока еще идут мелкими такими частями. Вот. И, соответственно, бомберы. Это, наверное, все, у кого в названиях бомберы. Так или иначе присутствующие. Ну, это Войд Рейвен бомбер, это Орчи бомбер. Два бомбера орковской, да. Орчи и так далее. К слову сказать, пока я вспомнил, что новые наборы, как ни странно, у орков это теперь квадриппл. Четыре. Четыре самолета из одной коробки можно будет забрать. Да. И это отражается, к сожалению, на цене. Она стоит 42 фунта. Это где-то четыре тысячи сейчас в среднем. Раньше она, по-моему, стоила 30 фунтов. Теперь вот 12 накинули. Ну да, 12 накинули. Но при этом все-таки, я так понимаю, и битцов... Там и раньше было море битцов, а теперь можно просто обмазаться битцами... Да. И головой. Все, что известно о Блице бомбе... Бласт... Да. Что там КФФ... КФФ есть. Да. Не только КФФ, там вообще это самолет орковский, который пилотирует МЕК. МЕК, который для себя его склепал, навешал туда моднейших пушек, всякие свои изобретения и полетел. Вот, собственно, в этом самолете, как в Миньке, меня напрягает только одно. Несколько дебильно выглядит пушка, подвешенная под днищем. Он... Ну ладно, взлетают они там, как ракеты с этих стрельств, а сесть-то ему как? Я не уверен насчет орковского бомбера, но в описании как раз от этого Штормхока как раз было в этот момент как раз описано. Потому что, значит, у него тоже так же нет шасси. Никакого. У старого, у предыдущих версий орковских, под дном вот на месте этой пушки лыжа, на которой они, собственно, садятся, и сзади есть еще такой эдакий тормоз, который просто в землю втыкается и держит его. Ну вот. А у этого вместо нее пушка. И при посадке он должен просто расхерачить эту пушку, на которую он садится. И конкретно у СМов описано, что их самолет не садится, потому что он улетает с суборбитальной баржи, и типа вылетает, делает воздушные дела и улетает обратно. Поэтому ему не за чем садиться. В отличие от... Но только орковского талона, у которого есть вот это вот. Да, это фигня может. Но орковского кабина открытая. Не сможет вылететь с суборбитали. Вот. Ну там тоже что-то по этому поводу было описано, но... Ну ладно. Уже ворчу я не втитывался. Причем уже на двух фотках было засвечено два разных варгира. Во-первых, пушек самих. У него вот эта вот нижняя одна и та же. А на крыльях либо телепорт бласта, либо кастом мегакэнон. Это как раз вот эти мековские навороты, которые появились в новом кодексе. И на хуле у него либо КФФ, либо какая-то странная хрень с гранатами. Стикбомс какая-то. Стикбомс что-то там. По описанию они говорят, что типа он как пролетает, видимо кладет рандомный какой-то шаблон. Посмотрим. Да, с бомбардером. Но КФФ выглядит гораздо вкуснее, если оно будет работать точно так же, как работает сейчас. Пузырек. Сразу думается, что это аэроармада из пяти самолетов в Сириганке летит это. Это все-таки на луле. И еще очень значимый момент по поводу стрелков. Каких стрелков? Гоблина, конечно. А, но там его нету. Там грот. Нету грота. На Минке грота нет. Там МЕК присоединен нейросетью к самолету. И нейросетью просто... Там нету грота. Не-не-не, на хвосте. Там просто бигшута. Там нету грота на Минке. Может он, конечно, там внутри где-то сидит. Но по поводу все-таки там нету. Но именно высунут его нет. Возможно, можно будет докупить этого Гродганнера. Вот. Ну и да. И в любом случае, даже если... Гродганнер, да. А МЕК снаряжен вот этой вот нейросетью. Там просто от башки идет такая огромная связка проводов уходящих. Так что можно будет надеяться, что это будет нечто более-менее прицельное. И плюс еще на нем такой огромный прям движок. Видно, что он увеличен. Там куча выхолопов еще и огромный воздухозаборник. Кажется, что он будет быстрым, мощным. И еще там где-то вот в этой куче текста было написано, что есть апгрейды, которые можно будет покупать на другие. Возможно, это двигло можно будет купить кому-то другому. И плюс у него еще на концах его крыльев какие-то здоровенные ракеты. Которые тоже наверняка какой-то ларгиры. Которые тоже смогут что-то делать. Докупаемы, наверное, да. Однораза-нибудь. Ну, в любом случае, что-то. Пока главная интрига это цена этого самолета. Сколько будет стоить. И как будет действовать все-таки поле. И как будет действовать поле, да. Насколько будут переделаны пушки. Будут ли они вообще переделывать. Потому что вот эти все, что Custom Megacammon, что Teleport Blaster, они стреляют шаблонами. И по самолетам, соответственно, вообще никак. И даже если это мини-игра самолетов, то он ничего не сделает. Потому что он шаблонами стреляет. Ну, в данном случае, да. Там это говорилось, что бомберы, как правило, очень сделают сасай. Но он не бомбер. Он Blaster Jet. И еще интересно, можно ли вот эту вот поднищевую Smash Gun поменять на что-нибудь другое. Потому что с трактор Кэноном он становится гораздо интереснее по самолетам. Попал, хоба, на тебе иммобилайз. Это вот уже становится очень ток. Ну и плюс еще интересно, вообще это будет действительно коробка с двумя флайерами или они будут... Нет. Ну, точнее будет, в принципе, коробка с двумя флайерами. Будет ли будет. Я им вот так вот умру по одному. Ну, да. Мы уже слышали эти слухи ранее. Я помню, даже в прошлой же передаче говорили по поводу того, что планируется как раз летом. Вот подобная... Игрулька. Игрулька. Типа вот недавно вышли Шик Найты. Так что... А вот оказалось вот так, что это уже добавляет больше смысла вот в этот слух предыдущий, который мы слышали. Так что, действительно, возможно, что такое будет летом. Вот. И, ну, немножко еще пару слов о имперском летале. Тоже какая-то интересная машинка в том плане, что, значит, во-первых, у нее спереди теперь три... Как это? Не тлинлинк. Да. Трилинкнутая ласка. Ну, это вот на Хантере вам. Да, да. Это Икарус. Как она так называет? Вот эта пушка, которая, да, против летал, что характерно. Это дополнительные... Ассоутки? Да. Две ассоутки по бокам. И ракеты, которые, да, мы уже видели. Ну, собственно, это тот же самый талон, к которому добавили одну и ту. Ну, да, ножку. По сути, да. И, ну, и, как можно понять, что он более бронированный. Скорее всего, у него 12-я броня. Ну, правда, выглядит немножко дебильно. Маленькое смотровое окошечко для пилота. Что он там увидит в этом? Это же не танк все-таки. Ну, как вам сказали, может быть, это не для пилота. Это типа визоры, камеры, типа супер нанотехнологии. И тогда можно вообще сервиторы сажать и не париться. А может быть, он там и сидит. Тогда третий баллистик. Четвертый. У ШРов сверху в башенке сидит сервиторы и стреляет четвертым баллистиком. Ну, в общем, посмотрим. Хотя нет, там писали, что там все-таки техпристы. Техмарин. Техмарин, да. И еще интрига, интрига. Дадут ли этот самолет всяким другим маообразным? А, по-моему, здесь интриги особо никакой нет. И, видишь, ничего не дадут, да. Там люди возбухали от картинки, где черные самолеты налетают на орковский самолет. Подумав, что это Дарк Ангел, на самом деле, если приглядеться, там типа... Тепларские кресты. Да, там и Кресты, и Геральдика. И даже знающие люди разглядели, что это, на самом деле, как раз война за Армагеддон. Да, да. Так что... Ну, мы уже с тобой, кстати, как-то общались по поводу, что, в принципе, Аркам, вот эта компания за Армагеддон, она сама вся просится в качестве... Да, ну, Армагеддон уже достал. Газик этот, Армагеддон одно и то же. Ну, что-нибудь другое дали бы. Ну, во всяком случае, темплары топят за Армагеддон просто нещадно. Ну, с другой стороны, Армагеддон будет лучше, чем ничего. Луч с темпларами. Опять-таки, можно вспомнить, что ГВ сейчас возрождает все старое, и в третьей редакции был кодекс Армагеддон, в котором был Саламандр, лист темпларов и лист Орочек Спитриков. И еще, кстати, Вульфины, по-моему, там же были... По-моему, не там. А может, и там. Ну, Вульфин... Где-то рядом Вульфины пробегали, но Вульфинов на Армагеддоне... До самого Армагеддон, естественно, их не было, да. Может быть, там просто рядышком было, потому что они решили печатать. Ну, да. И вот если его бы переиздали... Но, с другой стороны, Саламандрам уже ничего не дадут, потому что им уже дали Саламандр Рион. Саламандрион. Саламандрион, да. Вот. И, ну, также стоит отметить, что это также старый кит, это Шторм Талон, который можно будет переделать, а то это Шторм Хог. Соответственно, мне кажется, вот это интересно особенно, что они сейчас в старые наборы, ну, как относительно старые наборы, кладут новые спруйки, это, получается, новый типа дуал кит. Ну, и при этом эти наборы, такое чувство, они все-таки изначально были на это заточены, потому что там талон, ну, есть всякие места, которые как раз можно было сделать. Ну, скажем так, учитывая, что сейчас они перешли на кат-технологии, да, это, как бы, компьютерное вот это проектирование, то у них наверняка уже были исходники на те модели, и поэтому просто добавить на них что-то новое вполне, мне кажется... Тут можно пофантазировать, что можно другим смотреть. Вот, я, например, не представляю, как дракону можно что-то переделать, и, конечно же, в общем-то, у рейвена куча и ашных, да, это как вот штурм иглы, они, в общем-то, делаются на базе практически его. Так что, ну, действительно, ну, скажем так, претендентов на дуал кит вполне достаточно. Ну, дракон, коса, у косы тоже есть и ашные апгрейды. Да, есть и ашные апгрейды. Ну, мне кажется... Таусяцкий самолет, в принципе, еще. Да, еще таусяцкий. Таусяцкий самолет, что-то вообще не видно нигде. Я вообще, я видел его один раз на годноте, на первой. И, конечно, он, например, на нигде не сделал. Он, кстати, тоже бомбертон, по-моему. Да, саншарк. Саншарк, да, да, да. В общем, ждем обновления на флайеры, потому что в последнее время из флайеров видно только тиранов. В общем, драконов периодически, кстати. Ну, драконов, так же, как и СМ. А, еще, кстати, ХМОК. И Кримзан Хантар. Эти и лидарские. Да, да, лидарские. Тоже их периодически берут. Ну, вот самое, на самом деле, вкусное во всем этом, что совершенно недавно проходил тоже слух по поводу скорой восьмой редакции. И вот это Death From The Skies как в конце пятерки, а в конце семерки получите. Да, и тут, как вам сказать, складывается такой небольшой пазл в формате, что там, в этом саплименте Death From The Skies представят новую фазу, да, Dogfight. И как бы… И новые дата слейты на флайеры с новыми характеристиками. Да, да, да. Вот. И тут, как бы, на прошлое, само собой, что возможно, что в этой новой редакции будет как раз таки изменено вот этот момент в том числе. Потому что в прошлой, в этой, в текущей редакции была заменена, таким образом, психофаза. Она так хитро так вплетена в общую канву. Ну, и также, довольно очевидно, это наличие всяческих формаций, дата слейты. То есть, на момент релиза седьмой редакции это было еще не так разно. Может быть, нормально пропишут схему организации армии. Да, да, да. Как шарится, не шарится. Шарится, не шарится, да. Это потому что самая главная, основная вообще бомбежка всего этого дела. Всего и везде. Всегда. И будет, если они этого не пропишут. Но они должны понимать, что вот есть вот этот вот косяк, прям явный. Ну, в общем, да. Это момент, который напрашивается. И, ну, помимо всего, все остальные факи, причесывания. Учитывая, что они, скажешь, теперь слушают игроков. Да. Да, 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 да. Вместе с этим также были, ну, как это сказать там. Засвечены. Не, не засвечены. Утекли. Ну. В общем, люди сливали слухи, да, по поводу того, что, значит, ГВ начинает разворачивать свой трамвай резко влево. Значит, видимо, подходит финансовый год. Они смотрят на свои финансовые показатели. Они посмотрели, наверное, на все это дело и решили, что-то, ребятки, мы делаем не так. Дошло. Наконец-то. Наконец-то дошло до людей, что, оказывается, что-то тут не то. Не все в порядке. Да. Как тот лось, который пьет-пьет, а ему все... У тебя хуже и хуже. Хуже и хуже. Вот. И, соответственно, к этому можно сказать, что. Значит, показатель аосика, как ни странно, значит, тут два варианта. Два источника слухов. Значит, первый источник слухов очень весь такой позитивный. У него такой еще ник на форуме, типа, инсайдер. Типа, ну, как-то... Беспалевно. Беспалевно как-то вообще так. Вот. И вот он расскажет, типа, как сейчас ГВ развернется, как оно, вот оно сейчас вышло в Facebook, сейчас начало слушать всех своих игроков. Аосику даже выпилили фак. Более того, фак это... Запилили. Запилили. Может, я его не смотрел. Ну, я, в общем-то, тоже примерно. Ага. Значит, там он... Я знаю, что он только где-то в районе, там, 20-ти, там, 19-ти страниц. Сами правил, он 4. Хрен мать. Да. И самое интересное, что ГВ выпустила фак не сразу на официальный сайт, оно запилило его еще только в обсуждении на Facebook, что довольно интересно. Учитывая, что формулировка там была такая, что, ребят, почитайте, типа, вам все понятно. Да. Посмотрите, насколько кривой вординг теперь. Да, да, да. Довольны ли вы нашим кривым вордингом? Вот. Ну, честно сказать, не можем. Мы сами-сами не читали и в этом смысле... Но не осуждаем. Да. Мы, наоборот, даже... Одобряемся. Поощряем и одобряем. Да. Все возможно. Вот. Они пообещали, что на следующей неделе или около того будет фак по 40к и там-то мы уж посмотрим. Там уж посмотрим, да. Причем в таком же формате. Да. Будет точно, да. В таком же формате. Сначала обсуждение, да. Ну, я чувствую, что горение там будет... Но, на самом деле, действительно, будет очень интересно посмотреть, потому что это довольно длительное время, когда ГВ, в принципе, не выпускало адекватных факов. А тут хоп и сразу, типа, давайте... Да. Припрямая линия, так сказать. И еще, если они спросят, что вы вам, как бы, по этому поводу думаете, то да. Потому что некоторые факи создавали еще больше вопросов, чем ответов в этом смысле. Как про когеренцию и чарж. Да, про когеренцию при мультичарже. Да, это действительно что. Вот. Таким образом, ГВ действительно делает какие-то определенные шаги, но в этом направлении в сотрудничестве, скажем так, с игроками. И в свете этого как раз выглядит вот этот новый, как анонс, релиз того, что у АОСа будет три режима игры. Да. Это там самый friendly. Open play. Open play, да. Total man bound, скажем так. Ну, то есть вот то, что сейчас у него есть. Да, да. Без очков, без силы набери что хочешь и играть. Narrative play, это там такие компании. Компании, да, миссии, вот эти батл планы. Да, батл планы. И внезапно, как там назвали? Competitive play. Да. Ну, типа Спортодроча. Ну, короче, да. Вам там будут и очки, и баланс, и все. Вот. Получите и распишитесь. Ну, действительно, в данном случае все ждали, несомненно, очковой системы, потому что это они даже сами пишут, что вот мы знаем, что многие из вас этого ожидали. И наконец-то вот с барского путя. Как сделать человека счастливым. Да, да, да. Сначала отобрать у него компетку. Отобрать что-то, да. А потом вернуть ему обратно. Вот. Таким образом, где-то в районе лета планируется введение вот этой очковой системы. Как говорят, она будет такая же бесплатная, как в начале релиза АОСа, когда будет бесплатно. То есть можно будет скачать все софт сайта. Да, да, да. Также говорят, что они запилят вот эту систему, в принципе, для всех юнитов, даже для старых, которые были в FB-штуке старой. Вот. Для возможностей использования. Ну, в общем, посмотрим. Ну, выглядит, звучит, во всяком случае, пока очень круто. В общем, если бы это было не официально от Facebook, можно было бы думать, что это явно фейк. Да. Ну, вообще, честно сказать, в последнее время ГВ ведет себя так, что можно подумать, что что-то там подмельнили нашу старую ГВ. Не, ну, может они там менеджеров поменяли все-таки. Вот. А менеджеров они-то там поменяли, собственно говоря. Ну, продолжая дальше тот же самый слуг, там он длинный был. Так же там говорилось по поводу релиза компаний для... Класса ракета. Да, для Саркета. Для... До... Преформейшн кодексов. Да, да, да. Тех, кто вышли до вот этой всей... Декурианизации. Декурианизации, да. То есть, это у нас Орки, Лады, ГК и Кераниды. Кераниды. Ну, на самом деле, тут еще не хватает Дарк Ильдар, но и ХСМ, но... И Сестер, и Гизинцы. Ну, в общем, поняли. Возможно, все-таки остальных ждет уже нормальная издание, а мы получим огрызочки. В данном случае тоже момент, вот такой пазл, что если восьмерка случится в районе лета и осени, то это может значить, что чисто технически, если эти компании будут уже после лета, то можно все-таки надеяться на то, что уже будут кодексы восьмых редакций, потому что чисто технически это уже будет вполне возможно, потому что сейчас седьмая редакция, нельзя выпустить второй кодекс седьмой редакции, ну хотя ГВ может, но она так не делает в последнее время. Со времен кодекса три с половиной HSN? Да, а это было лет 15 назад. Ну не 15, лет есть. Сейчас 2016, а он вышел в 2002 или 2001 году какой-то. Три с половиной. Это значит еще до четвертой редакции, значит до 2002 года. Ок, окей. Давно. Ну в общем да, действительно это было очень давно. В этом слухе забавном есть такая строчка, то что ГВ прекрасно знает, что в ворковской книжке есть проблема, но они не знают, как ее исправить. Не знают вообще, что делать и делать ничего не будут. Переиздавать кодекс, перелопачивать все они не собирают. Не хотят. Хочу, не будут. Поэтому будут кормить еще большим количеством сапплиментов для разных воркланов. Ну и я надеюсь, что они смогут сделать кланы нормальные. Так что в этом смысле оркам придется brace yourself, скажем так, взять руки. Мы этим занимаемся с выхода шестой редакции. Так что нам не привыкать. Шестой, наверное, да. Шестой, шестой, да. Начали страдать мы сроки до шестерки. Ну, в общем, да. Что было давно. Вот, так что ждем новостей. Интересно, как это будет распарено. То есть ГК, орки, Блады и Тираниды. Как минимум Тираниды с Бладами уже будет. Неужели они еще раз запихнут в одну компанию и Тираниды с Бладами. А с другой стороны? Да, в данном случае есть совершенно четкое объяснение. Это последующая часть компании. Потому что Блады вроде как взорвали этот отросток, который пришел в систему Бала. Но они знают, что они уничтожили весь влот. То есть как-то ГК против орков. Вот. А здесь как бы немножко другой момент. Значит, совершенно было, ну не то чтобы точно, но очень из многих слухов шло, что этой осенью будет продолжение Фенриса. Фенрис в огне? Да, Фенрис в огне. А как мы знаем, там очень большую роль играла ГК. Это там Штерн и товарищи. Так что вполне возможно, что ГК будет конкретно там. Все-таки там, да? Да. Но каким образом туда прокиснятся орки? Ну, просто пролетят на огонек. Ну, фиг знает, да. Для большой зарубах, я не знаю. А в свете восьмерки еще интересно мне, вот мне лично. ГВ, хватит совести в третий раз продать один и тот же стартер? Да, да. Ну, причем про стартер ни слова нет. Так что я думаю, что с ГВ станется. И оно, ну, я думаю так, что оно может сделать начинку старую, но оно добавит туда еще там пару новых леталок, например. Ну, нет, вряд ли это слишком ужирно было. Они ничего туда не добавят, поменяют рульбуков. Почему? Почему? Они добавят туда там еще одну спруйку. Ну, например, там, да, вот как раз дракона сделают, поменяют его на, типа, дуалкид ему сделать и запихнут его в этот же стартер. Это будет очень жирно. Очень жирно. Почему? Дракон там стоит в уровне 30 фунтов, а стартер 65. Ну, все равно, как пол стартера. Но они же все равно продают старый стартер, которым уже... ГВ сделают так. Они добавят туда еще одну лимитную минечку у кого-нибудь. Они уже обоим там... Сарка еще положат. Сарка, например. Ну, как вариант, ладно. С плазмопистолетом и поверсвардом. Да, и поверсвардом это важно. Это важно. Да. Ни дубины, ни топор. Только сорт. Только сорт. И все. И поменяют рульбук. Мне не верилось в начале семерки, что они зажмут стартер, а теперь мне не верится, что они выпустят новое. Видимо, они очень много наклепали в свое время Dark Vengeance. Или он очень дорого для них стоил, что они пытаются его выкупить таким образом. Ну, все-таки стоит сказать, что набор все-таки все еще популярный. Покупают периодически. Хотя все барахолки завалены, все равно люди покупают новые наборы. Так что... Ну, как бы... Ну, стартеры есть стартеры. Что говорит о одаренности тех, кто покупает сейчас эти наборы? Ну, это можно сказать, что они просто новички. Что уж ты так? Что уж ты так? Вот. Далее еще из интересных новостей по поводу ГВ слушает игроков. Случилось очень неожиданно. Значит, ГВ проводила как-то втихуе, это как-то не особо по комьюнити было известно, некий Southern Tournament. В общем, турнир какой-то очень крупный. Ну, для Оосика. Там, говорят, было что-то до 100 человек, играющих в Оосик турнир. Турнир в Оосик сейчас. 100 человек. В общем, это было очень неожиданно. Да, наверное, сгоняли специально. Да, да. Силой сгоняли. Бесплатно раздавали Starter Infinity в Армаша, только поприсутствуете. Ну, в общем, очень интересные последствия, что после этого турнира финалисты, три финалиста этого турнира, точнее сказать, их ростера, были выставлены в ГВ в качестве набора для покупки. Коварный план. Причем с описанием ростеров, с отсылкой имен, что типа вот этот набор. То есть стоит ожидать, скоро бандл драйга бомба на ГВ. Вот, да, да. Если как бы экстраполировать этот момент, то получается очень забавные вещи по поводу того, что покупают... Тритераны спавноблайнд. Да, 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 да. Очень неожиданная покупка. Зачем мне три тирана? Как заходит обычный человек и смотрит. Учитывая, что некоторые растира еще играют на кривости правил самого ГВ, это тоже может создавать некоторые интересные моменты. Или купи там пять этих библиариев и кучу демонов еще. Ну, это ладно, это еще можно как-то так более-менее так бэково объяснить. Вот. Да, ну, примерно действительно такие интересные вещи творятся с ГВ. Действительно, что как-то не верят, что такое происходит, честно сказать. Да, извини. Да, действительно, конец, видимо, очень близок. И, собственно говоря, об этом в конце тоже немножко возвращаемся к финансам. Свидетельствуют финансовые показатели, которые говорят, значит, о том, что, значит, первый слух от инсайдера говорил, что АОС как раз сейчас на планке... ФБшечки? ФБшечки, которая, да, по челобозе, из-за которой решили запилить новый АОСик. И теперь АОСик только дошел до этой планки, что говорит, что дела, на самом деле, очень плохи. Не, ну, может, они там медленно запрягают, но потом быстро едут. Ну, это ГВ. Ну, посмотрим. Еще рано. АОСа только год, по сути. Ну, понятное дело, да, но АОСа только год, а конкуренты не спят в этом смысле. Конкуренты очень не спят и готовят свои... У конкурентов там новые редакции. У конкурентов, да, там новые редакции, поэтому им есть что ответить. И в этом смысле как раз была статистика по продажам в Америке. Вот, там говоришь, значит, X-Wing уже поборол ГВ. Ну, уже... Да, да, мы это уже обсуждали, да. И в данном случае там просто интересный момент, что вот этот инсайдер не то чтобы очень правдив. Когда он говорит, что... Может быть это засланный... Это действительно инсайдер, но инсайдер от ГВ в комьюнити. Да, да, да. Чтобы сказать, пацаны, все хорошо. Видите, как все круто. Мы всех слушаем, да, все делаем. Коварно. Коварно, коварно, да. Вот, настоящая корпорация зла. Я бы так поступил. Настоящий инсайдер. Да. То есть, смотря где он, он инсайдер. Это он у нас, их инсайдер? Или это у них, наш инсайдер? Двойной агент. Да. Тройной агент. Вот. Вместе с этим. Другой. Уже как раз более-менее наш проверенный человек, так называемый Хастинг с Варсира, да. Он, честно, довольно мелькает в слухах. Говорит, что на самом деле ГВ сейчас метается в попыхах, так как у нее очень все плохо на... Все очень плохо. Да. Все очень плохо в финансовом формате, потому что АОС очень плохо окупается. Оно на самом деле не превышает продаж ФБшечки, при том, что продажи ФБшечки сами по себе днищенские были. И при том, что для АОСа нужно было кучу бабок вложить. Да, да. Это еще надо было вложить, да. И работать год, ну, почти в холостую, ну, не в холостую, конечно, но все-таки оно представляет. Оно даже не окупилось еще. Да, да. Ну, само собой, что оно еще не окупилось. Вот, да. В этом очень большая проблема. И... Может, это долгосрочный. Мы представляли вам, в общем-то, годовой, не годовой, а пятилетний баланс финансовой деятельности ГВ. Там график такой, да. И там можно видеть, что все-таки... Мамкины дела для финансовой аналитики. Да, 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 да. Мы сегодня поиграем снова в Мамкиных аналитиков. И там, ну, все-таки в целом, вот пока еще как-то вот ни туда, ни сюда, и как-то вот все-таки вниз. То есть вот до 2013 года был очень большой подъем. И после этого что-то все ниже, ниже, ниже. Рубль вниз и ГВ вниз. А еще говорят, что российский сегмент рынка не важен. Не важен, да. Все на литье пересели и все. Действительно что-то. Ага, тут я думаю, хм, хитрый план, хитрый план. Вот. То есть кризис в России задумали приватиры и прочие люди, чтобы потопить ГВ. Дождь! Все. Все понятно. Опять Обама дотянулся со своими приватирами. Кажется, я слышу звук черных вертолетов. Вот поэтому спейса с нами нет. Он только доказался. Блин. Ужас какой. В общем, ладно. Тот второй человек, который инсайдер, также говорит по поводу, дает интересную информацию по поводу внутреннего положения ГВ. В частности, финансового. Не финансового, а работы с ресурсами. С людскими. В частности, директор. Был, значит, до 2013 года как раз. Такой некий одиозный директор. Называется Том Кирби. Этот дядька, как говорят сами инсайдеры... Тот самый, который попилил кучу бабла на сайте киноновом. Да, да. В общем, который сделал очень много вещей. И который известен своей фразой, что после последнего гранд-торнамента, который проводил ГВ, сказал, что... На этот турнир приходят не для того, чтобы играть. Никому не нужны правила. Все хотят просто минчики. Блин, минчерс. Да. С тех пор покатилось. Да, да, да. Как раз 2013 год, это что у нас вышло? 2013 год, это середина шестой редакции. Это первый год шестой редакции. А, угу. Вот. И, ну, в общем-то говоря, в 2014 году этого товарища сменил новый человек. Попросили на мороз. Да. Видимо, все-таки уже тогда было понятно, что что-то это как не туда все движется. И хотя показатели финансовые были более-менее норм, но, мне кажется, они уже понимали, что что-то как-то, да, не очень все это дело движется. И, в общем, поставили нового чувака. Он более молодой. Перспективный. Перспективный. Да, перспективный молодой. Кевин Раунд 3. И после этого, грубо говоря, седьмая редакция. Вот это пошло вот уже в его, скажем так, дозор. И, ну, что можно сказать. Последние два года, в общем-то, как мне кажется, это очень хорошие года для ГВ. В том смысле, что оно все-таки развернулось, во-первых, на стабильное и быстрое обновление кодексов. Сейчас значительно плотнее, чем раньше. Во-вторых, как говорят, сам он играет в Аху. Ну, я даже знаю, за кого он играет. Да, я догадываюсь тоже, за кого он играет. Везде дотянули свои. Две армии у него. Две. Ну, может быть две. Я знаю, какая основная. Вот. С другой стороны, странно, что там миники старые. Как недосмотр, недосмотр. А может, они ему нравятся. А, поэтому они ему нравятся. У него там стоит куча покрашенных этих миник. А, старые миники. Да, не хочешь, чтобы новые. Да, вот. И, значит, в общем-то, как минимум обращает внимание на то, что происходит хотя бы в его игровых системах. Вот след от предыдущего, который даже не играл. Ну, и если упарываться в эту теорию заговора, то видно как раз вот этот хвост старых релизов, то есть вот вплоть до ГК. Да. Это вот хвост еще старых, когда правила были не важны, эти кодексы были написаны. Да. И чтобы при этом на… Да. Именно так. И чтобы труд не пропадал, их решили чуть-чуть подпилить под новую редакцию. Да, да, да. И вот, видимо, если так смотреть, то это, в принципе, очень похоже на правду. Да. Поэтому и вот этот вот сход на… вот условно как раз, когда Некрон, да, вот вышел в 2015 году, Декурион, это как раз уже первый год. Вот, то есть до этого он с 2014 по 2012 был как бы исполняющим обязанностей, то есть он еще как бы не полностью был переректором. Частично. А после этого он уже как бы вступил в должность, в полномочия. Вот, и как раз пошли после этого уже Некроны, как раз это было в конце января, а вот он заступает, естественно, в начале года это 1 января, и вот все пошло-поехало. Да, пошло-поехало. Вот, при этом тут же мы вспоминаем, что тут же происходит релиз старой Бахи, что называется, да, то есть… Ну, то есть все, что мы знаем об Истоках Бахи, все это начинает воскрешаться. Что, в общем, достаточно хорошо. То есть Вархаммер как-то начинает так сам себя осознавать как нечто такое взрослое уже, 30-летнее, что вот у меня были хорошие юные года, можно их вспомнить. Я, конечно, был… Дебил. Да, дебил, но… В последнее время. Да, 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 но как бы понял свои ошибки, справлюсь, вот, начинает справляться. В общем-то, все это очень хорошее и позитивное… Ждем дальше. Да, да, в общем. Если ГВ и Ваха умрят… Да, в общем, если продажи в этом смысле не упадут в самое дно и оно не будет так быстро уступать конкурентам рынок, то, как бы, надежда на исправление есть. В всяком случае, в Каминете, опять же, очень тепло воспринимаются вот эти изменения, хотя они не все идеальные, скажем так, но прогресс, как называется, на лицо. Вот, ну… Забыли про переход вот этого… Как… В последнее время вот были вот эти вот дурацкие релизы по… Сейчас по чайной ложке. А, да, да, да. Одна коробочка, неделя, вот вы ее все посмотрите, вот вам эта коробочка. Да, да. И ты вот ждешь, когда же дальше, когда же дальше. Ну, я знаю, что у вас там еще три недели там релиза там… Хватит растягивать. Вот, релиз «Арухов» напоминает, как раз, как старое доброе время, как вываливалось, сразу все, и вот кушаете. Да, и… Не растягивая это вот на месяц. Я прекрасно помню свои чувства, когда выходил «Кодекс орков», и вот они начали «Марконафт», неделя, блин. Дальше, где еще? И, главное, правил-то еще нету, потому что… Да, правил нету. И вот там было четыре недели, и к концу третьей недели уже такая апатия, блин, вы достали уже. Гавы, иди. Идите вы. А так вот тебе сразу выпадает, о, это хочу, это хочу, а-а-а, и все сразу наваливаешь. Да, да, да. И вот если бы как раз вот был выход «Арухов», я думаю, блин, какие крутые, купить что ли? Надо купить. И тут вслух такой «Самолет». Я не знаю, как вам, но мне больше нравится «Арухов», куча, а не вот это вот растягивание, издевательство просто. Как кота за известные органы. В общем, и такой последний слух, такой не очень важный, про форжу. Форжа развивается и переезжает на новое место. Открывает новую литейку. Да, открывает новую литейку, побольше, попросторней, закупает новую технику для литья. То есть... Наконец-то мастер-модели в наших литейках перестанут быть кривыми. Наконец-то. Ну да, 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 из этой серии. Вот, можно парад за форжу, потому что ересь «Хоруса» взлетела и летит очень... 5 секунд полет нормальный. Да, да, ну не 5 секунд, она уже... 5 книг. 6. Уже 6. И седьмая прямо на подходе. В общем-то, людям норм, людям вкусно. Ну, все-таки начнут пластики делать. Вот, ну, это пока неизвестно. То есть, все-таки пластиком пока занимается исключительно ГВ и... Ну, это дороже, дороже. Но я думаю, что... Я думаю, что твой, который... Может они перестанут кривое делать? Как Калта показала, что... Такого формата вещи, когда идет некая основа, и после этого... Апгрейды. Апгрейды, да. то оно идет очень на ЗБС и мне кажется они принят на вооружение. Самое грустное это что они только все маринами обмазывают, обмазывают. Ну, с другой стороны, это пока единственный возможный вариант, потому что... А купить затраты на авто? Да, 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 в том числе, да, вот так что вот, да, вот такие примерно новости. Хлебные, хлебные новости. Вот, на следующей неделе, как обещают, это будет нечто очень голодное. Там свежее, мертвое мясо, плоть, сгнившая плоть, мертвая плоть, там еще какая-то плоть, там свежая плоть, да. Нет, там именно в таком людоедском стиле написано и похоже на, скорее всего... Ну, в общем, там перечислено несколько типов плоти и что вот... Вкусненькая. Да, вкусненькая. Учитывая, что вышла книга с Аруками, это Grand Alliance Distraction, то это, скорее всего, будут Огры. Да, это Огорос. Огорос. Да, вот, да, так что посмотрим, что там. Если будет там новый ряд, да, тут тоже будет интересно посмотреть. Да. Ну, хотя у них этапы, если там все будут новые. А я вот не знаю, что можно Огром придумать, а не этапы. Ну, видимо, да, они генерали. И при том, при всем еще будет гайд по покрасу все-таки Бластаджета. Так что есть надежда, что там будут еще какие-то релизы после Орка. Для Орка, для Орка, для Орка. Ну, да, Орки в этом смысле ждали, не дождались. Вот. И, да, еще такой маленький релиз. Буквально вчера ночью вышел. Я прям не мог, прям от души отрывал. Орк и толк, толк. Про слухи про Бладов о том, что Блады получат суперкрутую, мега, супердикую, уникальную формацию. Дипстрайк... Чаш после Дипстрайка где угодно. А где Дип... А вот так тупо звучит Дипстрайк и так где угодно. Дипстрайк и так где угодно, но это... А уж, а насколько она уникальна, это уже всем давно известно. Скайхаммер передает привет. Да, и Скайхаммер, и у Ревенгарда, который на самом деле оказалось не у Ревенгарда, а вообще у всех СМ. В общем, они машут ручкой и... Предыдущие Вангарды машут ручкой. Да, да, да. И тут как бы вот этот момент как раз вспомнил, как сделать человека счастливым, да? Очень просто. Забираем вас, потом отдаем и вот... Может нам отдадут инвули в КТХ? Ну, на самом деле, со слухами, мне кажется, все. Поэтому переходим к комьюнити. Комьюнити на этой неделе... Бомбило, бомбило комьюнити. Ну, я даже не знаю, насколько это назвать. Ну, да. Была такая остаточная... Остатки взрывной волны от морских... Афтершок, да, так называемых. От морских апов. Да, да, да. Действительно, что было это остаточное обсуждение... А почему X Fiver? И это растянулось просто, опять же... По всей стене размазали. Вот. И еще более-менее конструктивно было как раз и стало известно... Состав сборной на ЕТЦ в этом году. Значит... Неожиданно. Несколько неожиданных. Да, оказалось несколько неожиданных. В нем не оказалось двух ожидаемых людей. Тех, кого больше не ожидали. Сначала перечислил те, кто там присутствует. Зачем их, никто не знает. Ну, мало чего. Латсо. Это Спирт. Это Аэрис. Это Юстас. Это Кромат. Внезапный. Из новых. Скажем так. Первые четыре – это те, кто были в прошлом году на ЕТЦ в составе сборной. А, ну, давайте сюда же еще переключим Бальтазара. Который тоже был, да. Который тоже был. Значит, шестым игроком у нас, правильно, получается, это Кромат. Кромат. Который также был, но в составе Украины. Украинский сборник. Как ни странно. И два, скажем так, новичка новых. Это Ариск. Ариск. Из Нижнего Нового Вордбирса. Да. И его… Сокомандник. Да. Его сокомандник Вордбирс – Степан. Степан. Но не тот. Поменяли одного Степана на другого. Да. И тут, собственно говоря, сгорело. Потому что, ну, скажем так, отсутствие того Степана было ожидаемо, учитывая состав. Ну. По некоторым причинам. У нас, вообще, у нашей сборной такая традиция. У нас это не сборная России, а сборная из России. Потому что постоянно какой-нибудь топовый игрок, ну, хороший игрок, не попадает по каким-то личным причинам. Ну, это был… Всегда. Да. Это всегда так было. И никто это не меняет. И, скажем так, да. Все вопросы к челленджу, который, к слову сказать, все-таки в этом году был более-менее объективен. Как минимум, там было не две команды, да. Две команды, что уже. Но там, опять-таки, был пост-челленджевый бомбеж по поводу того, что вот там и какие-то договорные матчи узрели. Ну, слушай, это… Еще там узрели что-то. Ну, слушай, это… Это, мне кажется, типичная ситуация, потому что… Срач после… Скажем так, они могли, но они не смогли. Ну, опять-таки, там вот этот дурацкий момент, что вот две команды, которые набрали одинаковое количество очков, играли при этом между собой, но при этом челлендж выиграла та, которая проиграла. Ну, нет, понимаешь… Потому что она набрала больше… Ну, это понятно. Но это совершенно ни о чем не говорит, потому что по общим очкам, то есть, грубо говоря, да, они проиграли… Ну, возможно, знаешь… Это как, грубо говоря, ножницы проиграли камню, который до этого был, но не факт, это не говорит о том, что ножницы плохие. Ну, опять-таки, они набрали одинаковые турнирные очки, нужно было устроить еще одну игру между ними. Ну, вообще, по-хорошему, да. По-хорошему. Действительно, да. То есть, не смотреть на то, как у них до этого было, и, собственно, никто и не смотрел. Посмотрели просто по набитым. Что, в принципе, неправильно, потому что там можно набить… Ну, да, и тут момент, да, выходит сразу, как бы, некоторые минусы регламента уже прошедшего челленджа, потому что, в принципе, и боев, как говорят, надо было побольше. Ну, там сложно, опять-таки, в одни выходные это все вместить. Ну, ладно, челлендж прошел, вот это все так вышло, и, кроме того, что нету ожидаемого Степана, нет еще и Грейва. Которого кто-то ожидали. Да, это самое неожиданное, действительно. Все-таки он один из топовых игроков, но его в сборной нету по каким-то планам. Ну, можно сказать, что он все-таки сам, наверное, все-таки только, потому что он столько раз… ну, сколько раз за три, наверное, уже Степана валил, так что можно сказать, что… Ну, не важно. В общем, но он будет в сборной Беларуси. Да, он, да. Наши братья. Да, ему в данном случае… там ситуация была такая, что ему команда сборной, естественно, предложила место, но… Они там не сошлись. Да, с условием, что он будет играть не за Эльдара, а будем за Таулин, да, предложить. Ну… И… Ну, в общем, ну, не договорились они с ним, и он будет в Беларуси, собственно. Ну, и… И, собственно, поэтому… Ну, по поводу Грейва практически никто не бомбил на форумах, а вот по поводу другого товарища, да, был бомбер. Вот. Ну и, как всегда, то есть был… На самом деле, я помню, в прошлом году было примерно такое же обсуждение, что… Вот. Челлендж выиграла не та опять команда. Вообще, тут был отличный комментарий. Не возьмут, не войдут в топ – это потому что Степана не взяли. Войдут в топ – это потому что Степана не взяли. Всегда найдется тот, кто будет бурлить по этому поводу. Да, то есть в данном случае парням из сборной можно пожелать только удачи, потому что… Ну, что тут еще сказать? Нужно грамотно рассчитывать свои силы, не зазвездиться, как в прошлом году. Да. Хотя… О, мы всех там натянем. Хотя здесь, с другой стороны, есть такой кредит доверия, в том числе, что будет несколько тяжелого, то уже в этот раз хуже, чем в прошлый раз. Да. Ну, что… Планка очень опустилась. Ну, дно еще есть. Хотя… Можно и Донни. Можно и Донни, но это будет совсем уж провал. Вот. Так что будем смотреть, как там дальше происходят события, потому что… Ну, я так понимаю, что еще коуч не определен, еще или не определенная армия. Ну, коуч – это так, знаешь. Да. Просто любой англоговорящий… Ну, скажем так, списки, я не знаю, высланы уже или нет органов. Не знаю. Так что… Давай. Будем собирать тебе на поездку еще раз. Я не знаю. Честно скажу, я не знаю, потому что… Где видео-то? Как видео-то? Это ESC. А где проекты? Это первая часть. Это первая часть. Это первая часть. А вторая где? Вторая еще на хардде есть, на ESC. Вот. Да. Так что… Ну, я думаю, что… Вот как раз в мае за религию оставшуюся часть, и после этого уже решу, есть силы или нет силы, и… Ехать на новые или нет. Да. Ехать на новые или нет. Потому что, ну, вы сами парни. Понимаете, что это… В этот раз я такой фигню… Ну, заниматься не буду. Я совершенно все четенько подпишу, и сумма будет, конечно, не 15 тысяч, потому что это, ну, вообще не актуально. Вот. И, честно сказать, если ехать в этот раз, то мне нужен еще второй человек, потому что… В одно лицо… А ты поедешь? А смотри, когда? А она в начале августа? Да, в начале августа. В пятого и девятого. Нет, если поедешь, то вполне норм. Я, как бы… Я подумал. Вот. Ну, в любом случае, я еще сам не уверен, так что… Вон это вот. Нурглядского бери. А у Нурглядского нету известных документов, поэтому… Известные документы делаются месяц. Это ты… Понимаешь, ты сейчас не мне должен объяснять. Известные документы делаются месяц. Вот. Ну, в любом случае. А еще, между прочим, целых три. М? Еще целых три месяца. Ну, это… Нет, понятно. Если задаться целью, то это все вполне можно сделать, и все нормально. Но… Позиция известна. Известная позиция известна. Скажем так. Вот. Вот. Поэтому… Вот так вот. Вот. Вот, да. Вот такие вот дела. Вот так вот. И также… Известные дела также напомнили нам, чтобы мы напомнили вам, что со следующего месяца, с первого мая поднимается тариф… Такса, так сказать, поднимается. Да. На премиум подписку до 300 рублей с 200. И хотя мы уже говорили еще с января где-то, наверное, месяца, что она должна была подняться, но… Поднималась она только сейчас. Так что… Медленно поднимается. Да. Как нефть медленно поднимается. Скажем. Нефть-то вообще падает, мне кажется. Нефть поднимается. Да. Надо… В общем, то падает, а поднимается. Вот. Но, к сожалению, наш не привязан к нефти, а может и к счастью. Вот. Так что… Ну, до первого мая еще есть целых… Целых немного дней. Целых немного дней, да. За которые вы можете подписаться по старой цене и быть довольными, как слом. Или нет. Или нет. Вот. Потому что нефть тут, если там через месяц упадет, и ее вообще будет замечательно. Или наоборот, если вырастет тоже плохо. Если рубль снова будет, как в старые добрые времена. Так что, как знать, как знать. Вот. Вот такие новости на этой неделе. Так что… Счастливо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok